Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы вновь поговорим о банах. Банах в World of Warcraft, нашей любимой игре. Смо собой, некоторые блокировки проходят без каких-либо анонсов, ну а некоторые блокировки аккаунтов, массовые блокировки аккаунтов, проходят с каким-либо анонсом. И конкретно тут мы видим блюпост, в котором абсолютно всё написано, почему, как, из-за чего и как вообще происходят баны и как с них, скажем так, можно выйти, оспорить и всё такое прочее. Я мельком ознакомился с этой статьёй, с этим блюпостом, но сейчас мы вместе его прочитаем и всё прекрасно поймём. Само собой, я поясню всё то, что написано, потому что есть люди, которые, например, только-только начинают играть в эту замечательную игру, и они, например, что-то могут не знать касательно тонкостей пользовательского соглашения. Ну что ж, начинаем? Только что мы приняли ряд мер против игроков, которые были уличены, ну иначе, замечены в нечестной игре в World of Warcraft. Само собой, нечестная игра, использование каких-либо эксплойтов, банится в этой прекрасной игре. Следующий абзац. Мы редко сообщаем об этом публично, поскольку обнаружили, что описание наших источников и методов может помочь злоумышленникам обойти их. Однако решили, что сегодня можем подробнее коснуться этой темы, поскольку многие игроки в последнее время просили нас поделиться дополнительными деталями. Да, действительно, если компания Blizzard будет писать о том, то, что как банятся игроки и все такое прочее, то злоумышленники будут находить пути обхода. Но конкретно сегодня перед нами имеется весь этот текст, с которым мы можем ознакомиться, и этот текст, скажем так, прольет свет на те моменты, которые, например, люди просто-напросто не знали. Окей, хорошо. С учетом совершенных сегодня действий за последний месяц в регионах Америки, Океании и Европы, нами было закрыто или заблокировано более 74 тысяч учетных записей в World of Warcraft, которые были уличены в нарушение нашего соглашения с конечным пользователем. Все верно, пользовательское соглашение должно быть соблюдено, но некоторые люди просто берут его, пролистывают и соглашаются. Глупо, нужно его хотя бы чуточку знать. Значительное число из них использовало инструменты для автоматизации игрового процесса, в основном, чтобы собирать ресурсы или убивать противников более эффективно, чем это могут делать обычные игроки. То есть различные аддоны, которые вместо вас нажимают кнопки, различные кликеры и различные полностью автоматизированные боты. Некоторые, конечно, из них покупаются, некоторые являются бесплатными, бесплатные сразу отслеживаются и там мгновенно все блокируется. Платные боты, они чуточку лучше и у них маршрут интереснее, например, имеется и действия там более не машинные, они более схожи к игровым действиям. То есть то, как двигается игрок. То есть, например, машина, бот, будет двигаться строго прямо. Игрок, он будет хотя бы, ну, как-то прыгать, как-то влево-вправо двигаться. Окей, сейчас я вас научу плохим вещам, не буду этого делать. Следующий абзац. Несмотря на то, что сегодняшние блокировки были применены пакетно, часто это зовется волной блокировок, для нас первоочередной задачей является выявление использующих ботов учетных записей и их устранения. Наша команда труется круглосуточно на протяжении всей недели, и немало блокировок и закрытий учетных записей на протяжении последних нескольких месяцев происходили посреди ночи или выходные. Молодцы ребята, трудятся, следят за своей игрой и очищают ботов. Тем самым, просто-напросто оптимизируют игровой рынок. То есть, цены будут лучше на аукционах, к примеру, будут какие-то игровые услуги, что ли, более цениться, те, которые предоставляются за золото. Ну, то есть, да, в целом, молодцы, молодцы. Тут нечего сказать. Ребята стараются, делают, как говорится, игру лучше и делают ее более честной. Как и вы, мы играем в World of Warcraft. Да, это факт. Можно заметить то, что некоторые гейм-дизайнеры, гейм-мастера, ребята, те, которые являются комьюнити-менеджерами, играют в World of Warcraft. Знаю некоторых из них. Также мы знаем, каково это встречать в игре пользователя, который, кажется, использует бота. Мы всегда стремимся устранять использующего бота игрока, если можно доказать, что он и вправду занимается нечестной игрой. Вот тут вот, правда, самое тяжелое доказать, что он занимается нечестной игрой. И как я сказал ранее, некоторые боты, они делают такие действия, которые, ну, делает игрок просто-напросто. То есть, где-то подпрыгивают, где-то ходят влево-вправо. То есть, немножко имитируют действия игрока. Отличить бота от игрока в какой-то момент может быть, ну, чуть-чуть сложно. А это в решении данной проблемы вызывает заметные сложности. Нам необходимо найти для себя доказательство того, что подозреваемый игрок на самом деле не управляет персонажем с помощью своих рук на клавиатуре. Вот. Вот. Вот это вот, собственно, то, о чем я и сказал. То, что это действительно сложно доказать. То есть, сам человек подпрыгивает своим персонажем или нет. Это действительно сложно. Это факт. Чтобы определить, использует ли подозреваемый игрок определяемые мошеннические программы, мы используем мощные системы. А эвристики, которые мы не описываем публично, постоянно развиваются и совершенствуются. Эвристики — это какой-то искусственный интеллект? Или что это такое? Нужно глянуть. Эвристика — это отрасль знания, научная область, изучающая специфику созидательной деятельности. Звучит довольно-таки заумно. Окей. В этом смысле эвристика понимается как совокупность присущих человеком механизмов, с помощью которых порождаются процедуры, направленные на решение творческих задач. То есть, мягко говоря, какое-то что ли самопознание, самосовершенствование в данной ситуации, которое позволяет более тщательно определять бота. Ну, скорее всего, как-то так. Если у вас есть свои мысли насчет этого, то дайте знать. Но мне кажется, это как-то так. Может, я что-то не понимаю. Просто впервые это слово слышу, поэтому сложно насчет него рассуждать. Но когда мы проверяем подозреваемого и метрики не выходят за рамки, нам приходится вручную собирать доказательства против этого игрока. Это может быть очень трудоемким и сложным. Тем не менее, это того стоит, ведь нам совсем не хочется принять меры против честного игрока. Да, бывает иногда то, что честного игрока блокируют, но он может доказать свою правоту. Когда-то даже была ситуация, что гейммастера изучали полностью компьютер человека, все его файлы, которые там находились, и боты, они все-таки как-то привязываются немножко к файлам игры, и это можно отследить. И только после того, как у этого человека увидели, что клиент совершенно чистый, только после этого его разбанили. Была такая ситуация достаточно давно. Она была очень интересная. Да, были случаи, когда честный игрок казался для другого игрока пользователем бота. Ну, иногда некоторые люди не отвечают друг другу в личку, просто бегают, собирают ресурсы, и есть, конечно, подозрение того, что это бот. В этих случаях, когда о таком честном игроке было сообщено, но все подозрения были сняты, может быть очень неприятно снова увидеть того, кто, на ваш взгляд, является ботом. Ну да, если повторно такого человека увидеть, будет весьма забавно. Также нам встречались примеры ситуации, когда игрок, которым поступило сообщение, был уличен в эксплуатации игры и удален из игры, но затем быстро вернулся и продолжил свое дело на новой учетной записи на персонажа с точно таким же именем. Это зрелище может вызывать гнев у игроков, которые сообщили об этом персонаже. Мы очень ценим ваше сообщение и понимаем, что вы по этому поводу думаете. Да, абсолютно верно. То есть в текущий момент мы можем нажать правой кнопкой на никнейм человека и кликнуть «Пожалуйста, на нарушение». Как нам рассказывает служба поддержки, то что все эти обращения, если они действительно правдивы, они рассматриваются и к этим игрокам принимаются различные меры. То есть написал человек что-то плохое в чате, «Пожалуйста, на нарушение, ненормативная лексика». Если она там правда есть, то человеку блокируют чат на какое-то время или учетную запись, если это довольно-таки частое для него явление. То есть разные, как говорится, наказания для разных людей имеются. А то, что люди создают таких же персонажей с такими же никнеймами на новой учетной записи, их просто жизнь ничему не учит, если они вновь собираются заниматься ботоводством и всем таким прочим. Окей, переходим к следующему абзацу. В конечном итоге мы трудимся над тем, чтобы разобраться в сложных обстоятельствах. Торговля за реальные деньги заставляет третьи стороны прикладывать огромные усилия для обхода наших обнаруживающих систем. Точно так же, как для нас, этот вопрос имеет очень высокий приоритет. Это единственный приоритет и для коммерческих организаций, использующих ботов. Вводимые нами блокировки попросту стоят им бизнеса. Само собой, как я говорил ранее, есть продаваемые боты, есть люди, которые занимаются, например, введением мифик плюсов за реальные деньги, есть люди, которые рейды вводят за реальные деньги. И то, что происходит в текущий момент в Варкрафте, это очень грустно. Все можно купить и все продается. Ну, разве такая должна быть MMORPG? Я так не думаю. Мы трудимся над дальнейшими усовершенствованиями каждого аспекта игры, который может помочь нам быстрее и полнее решать проблемы нечестной игры. И по мере принятия дальнейших шагов, мы продолжим сообщать вам о них. Это замечательно, хочется слушать как-то побольше такой информации. Большое спасибо вам за ваши отзывы насчет данных проблем. И спасибо за ваши сообщения о нечестных игроках. Не, ну, как бы компания Blizzard, пожалуйста, пожалуйста. Потому что на текущий момент ты заходишь в заранее собранные группы, и там у тебя, когда хочешь пятнашечку найти, всякие вылазают группы по типу VTS, VTS, продам, продам. И там какой-либо контактной информации о том, куда высылать рубли, доллары, евро, больше, чем информация о самом ключе. Не, ну, так не должна быть игра устроена, это точно. Как-то неприятно все в текущий момент идет. Раньше было лучше. Раньше не было все так открыто касательно продаж. Ну и все-таки было меньше, скажем так, способов что-либо продавать. Сейчас есть и мифик плюсы, и рейды, и ведения, и вообще все-все-все, что только угодно. Все можно продать, все люди покупают. Как говорится, каждый товар найдет своего потребителя. Но я думаю, все-таки достигать самому что-либо в игре намного интереснее. Иначе зачем в нее играть? Я думаю, вы согласитесь с этой мыслью. Но если у вас есть какая-то самая интересная точка зрения, а я уверен, у каждого человека она будет отличаться, чуть-чуть хотя бы, то напишите ее в комментариях, немножко поспорим с вами. Но прошу выложить свою информацию культурно, без оскорблений. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. И поменьше банов. Прочитайте лицензионное соглашение. И следуйте полностью тому, что там написано.